добрые братья и сестры все вернулся я из командировок вот все нормально прошло москва красивая но я не видел ее зацепил ее краешком ну и так давайте продолжать с вами вот этот кусочек проходить из родословия по родословию христа и сейчас мы с вами говорим оба говорили о Зарававеле вот и далее мы можем смотреть еще ряд имен можем видеть вернее 13 стих и далее Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Азора, Садок, Ахим, Елиуд, Елиазар ну и так далее то есть все вот эти товарищи до 15 стиха Матфан родил Якова до 16 даже Яков родил Иосифа мужа Марии от которой родился Иисус называемый Христос то есть все эти люди в Библии не упоминаются совсем то есть есть имена например Елиаким есть садок но это не тот садок который здесь упомянут это садок священник который был там гораздо раньше целый ряд Яковых Яковов понятное дело в Библии ну и так далее то есть все вот эти люди которые здесь перечислены на самом деле не упоминаются в Библии вообще и так жалко что называется и обидно что мы видим как начинается этот род он начинается вот это родословие который по крайней мере здесь описано начинается от Авраама великий муж веры вот дальше мы видим благодать Божью видим различных князей видим царей то есть начиная с Давида мы видим вообще великого царя Давид Соломон то есть потом конечно же как-то рот шатается вот это вот положение вещей становится похуже я имею ввиду с царями но тем не менее там есть еще несколько таких великих царей которые начинали возрождение начинали пробуждение в своем царстве начинали обращать народ Господу ну и так далее то есть мы видим такие великие дела такой вот мощные подъемы ну к сожалению падение тоже бывали достаточно серьезные но тем не такую бурную жизнь а начиная с переселения Вавилону здесь написано по переселение же Вавилон мы видим только одного персонажа такого очень серьезного это Зарававеля который пришел начал устанавливать храм все после этого что называется рот угасает вот так это называется после этого мы видим полное вообще забвение и не понимаем что это за люди ну может быть где-то в исторических книгах и естественно они где-нибудь упоминаются но вот конкретно в Библии это все и к сожалению к сожалению вот первое что мы здесь можем видеть естественно это последствия греха что это как справедливо для жизни одного человека так и справедливо для жизни целого народа целых рядов поколений что на самом деле грех убивает грех втаптывает человека в грязь и как мы видим целое поколение вернее целое родослово да целый ряд людей целое поколение грех на самом деле втаптывает грязь очень-очень обидно это смотреть вот но есть у Господа всегда надежда Господь всегда ну никогда не оставляет человека без надежды и на самом деле про Христа сказано что он воссиял из колена Иудина то есть все обращают внимание на вторую часть что он из колена Иудина да и аминь но меня вот сейчас вот больше трогает первая часть что он воссиял что на самом деле он как будто вышел выплыл из забвения как будто вот все было плохо 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 и тут он воссиял вот то есть на самом деле мы видим что достаточно все скверненько здесь было но по своей благодати по своей великой милости Господь буквально вот взошел как солнце как заря как вот действительно это именно это произошло то есть над падшим человечеством над таким вот над областью совершенного забвения высиял наш Господь и тем отчетливее виден его свет в этом мире в этом падшем мире вот так же здесь я думаю и еще такое такую ассоциацию рождает что он ну то есть Иисус это его смирение мы видим что он есть про него такое пророчество что он зашел как росток из сухой земли вот то есть это отпрыск корня Иисеева но именно отпрыск такое вот ответвление вот то есть именно когда все было плохо 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 но вот вот из этой сухой земли вот совершенно иссохшей совершенно бесславной появляется наш спаситель опять та же самая ассоциация что Господь может любое мертвелое оживить Господь может любое угасшее обратно вернуть к жизни ну вот то есть это вот мы видим вот именно вот на протяжении когда мы смотрим на эту родословную и соответственно ту же самую идею мы можем с вами применить в своей жизни что на самом деле Докуда поколе доколе и покуда доколе есть жив человек доколе есть жизнь в нем есть надежда часто ну особенно конечно уже с возрастом человек когда молодой ну понятно дело он там весь веселиться бодриться у него там надежды и так далее то есть бывает что они обоснованы эти надежды бывает что не обоснованы но просто как бы такой в голове ощущение будущего счастья и что все будет классно и горы свернем и так далее но для более старших людей характерно такие несколько более грустные и патнические настроения ну не в смысле что совсем депрессивные да ну бывают такие как грусть что на самом деле многое сделал в жизни не так и многое там потеряно и уже и жизнь заканчивается там и лучшие ее годы позади там ну понимаете вот эти все вещи но я верю что Господь может может дать жизнь буквально совершенно на иссохшей земле вот и не об этом ли говорит говорят пророчества другие например помните когда пророк бог сказал пророку обратить свое лицо на кости произнести пророчество на кости которых 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 который бог показал этому человеку пустыня там иссохшей кости была целая гора там написано целое полчища этих костей вот и Господь сказал обратите пророчество на них пророк пророчество на эти кости они все уже они все уже начали соединяться друг с другом и там написано что встало там полчища животных великое полчища каких-то каких-то живот не знаем что это за кости были что там за слоны были или какие-нибудь кроты там ну раз великое полчища наверное не крупные были ну не важно но идея в том что Господь своим словом оживляет даже самое мертвелое поэтому дорогие братья и сестры давайте укрепимся надеждой укрепимся вот этой идеей что Господь с нами чтобы оживлять чтобы спасать чтобы возвращать к жизни самое безнадежное вот и доколе жив человек есть надежда Отец наш Небесный благослови пожалуйста нас да и на всем сердце надеяться на тебя Господь и как Авраам не смотреть на обстоятельства внешние на вертвелость но помнить что ты Господь можешь произвести любое чудо можешь сделать дать жизнь в любом месте да и на надеяться на тебя Господь во имя Иисуса Христа аминь